всем привет друзья меня зовут рызаев рамиль и мы с вами на канале с вашей катерина угадайте зачем конечно ради того чтобы приготовить очередную вкусную невероятную бомбу и сегодня у нас с вами коктейль под названием сайдкар сайдкар относится к классическим алкогольным коктейлем он занесен официальный список классических коктейлей сайдкар само слово переводится как коляска коляска от мотоцикла и бытует легенда что был гость который любил выпивать этот коктейль в одном бестро в париже и приезжал на своем мотоцикле с коляской есть люди которые утверждают что в лондоне впервые изобрели этот коктейль в общем знаете париж и лондон спорят между собой а кто же был собственно 1 мы с вами сделаем необычную вариацию мы с вами сделаем вариацию во первых с кофе во вторых мы с вами будем использовать коньяк непростой мы сделали fat washing это такая технология внедрения масла в крепкий алкоголь как это обычно происходит берется крепкий алкоголь берется масло масло растапливается доводится до жидкого состояния вливается в алкоголь и алкоголь с маслом убирается в морзильную камеру через несколько часов у нас с вами образуется сверху такой слой из замерзшего масла очевидно мы протыкаем и процеживаем через марлю либо бумажный фильтр получившуюся жидкость масло остается на фильтре жидкость фильтруется и получается такая прозрачная жидкость для чего это делается для того чтобы сделать крепкий алкоголь более округлым сливочным чтобы в нем появились вот эти вот сливочные ноты я решил использовать кокосовое масло вот такое обычное кокосовое масло которое купил в магазине оно покупайте обязательно нерафинированное чтобы в нем остался вкус кокоса то есть я растопил 30 грамм кокосовое масло влил в 100 грамм коньяка и заморозил далее я сначала процедил через сито барное затем процедил через супер бэк если не знаете можете загуглить супер бэк это такой многоразовый фильтр и из кажется нейлона он мы используем его активно в стойке в своих заготовках потому что бумага она забивается плюс бумагу использовать постоянно в общем то не очень экологично поэтому мы используем такой многоразовый фильтр супер бэк для приготовления сегодняшнего нашего коктейля нам с вами понадобится коньяк сделанный по технологии fat washing лимонный сок пряный сироп сахарный рецепт которого можете найти в выпуске прогринфейн 4 грамма зеленого кардамона 4 грамма сычанского перца дальше нам понадобится 6 грамм цейлонской корицы сорта альба 5 грамм галангала также две дольки апельсина и нам понадобится также цедра апельсина она нужна будет для украшения нашего напитка начнем с вами с приготовления пряного сиропа концентрата мы добавим туда все наши специи я все добавляю в сотейник как я уже сказал ранее мы с вами это все помнём с помощью матлера у нас с вами традиционная репрессовская ложечка цитрусовый сироп олео олео сакрум про него я расскажу вам в следующем выпуске и мы будем использовать конечно же свежеприготовленный и отфильтрованный через бумажный фильтр двойной эспрессо точнее двойной мы будем использовать 15 грамм этого эспрессо в нашем случае это кофе из центральной америки это мексика но вы можете использовать любой другой вы можете использовать в том числе вместо эспрессо концентрировано на пресс либо капсулу вот что душа пожелает твоих используйте давайте перейдем к представлениям нашего коктейля а ну и нужно конечно упомянуть о том что оригинальный рецепт сайт кара предполагает использование коньяка цитрусового ликера грани маринье либо трипл сек и лимонного сока все эти ингредиенты вместе взбиваются в шейкере и подается в коктейльные рюмки коктейльном бокале у меня здесь уже готов лед охладим с вами наш шейкер убираем с вами талую воду которая могла здесь образоваться ну что поехали 50 миллилитров коньяка с вами использовать 15 миллилитров лимонного сока далее будем использовать с вами 15 миллилитров пряного сиропа и сиропа лео которым я расскажу вам следующем выпуске 10 миллилитров по сути мы этим сиропом заменяем цитрусовый ликер сироп алия вот если вкратце очень плотный сироп приготовленный из цедры цитрусов то есть там апельсина либо лайма что хотите лимоны и сахара и сахар просто впитывает в себя влагу в от цедры и получать такой плотный сироп конечно же наш кофе 15 миллилитров проверяем баланс балансом все конечно же прекрасно штук кокосовый что время шиковать фух хорошо убираем лед из бокала и наливаем наш коктейль так цедры сверху можно пройтись чтобы придать ему очень такой свежего освежающую такую хорошую ароматику блин это круто несмотря на то что здесь 50 миллилитров коньяка я очень то есть он очень сбалансированный в нем нет нету знаете какого-то там одного яркого упирающего элемента за счет кокоса у него прям знаете кокос вот от начала до конца и тянется вот это вот плотное кокосовое такое тело здесь кофе не доминантный то есть это такая кофейная вариация но кофе здесь скорее такой знаете на фоне то есть он не играет основную роль но это и по сути такой мне кажется это хороший интерпретация для людей которые просто любят пить вкусные коктейли но допустим там они не пьют очень много кофе на им хочется попробовать что-то вот новое с таким слегка таким кофейным оттенком он такой кисло-сладкий пряный освежающий коктейль с таким хорошим таким вкусом такой лимонный конфеты с лимонного джема такого знаете вот прям такого кустого плотного лимонного джема и посыпанный сверху еще какой стружкой я бы наверно это вот так описал и мне это очень нравится прям круто что друзья спасибо вам за то что посмотрели наш новый эфир пишите в комментариях что же еще вы хотели бы увидеть из рецептов подниму этот бокал за вас мои родные спасибо что смотрели наш эфир пишите в комментариях что же вам еще хочется от меня увидеть услышать все пока-пока друзья и Субтитры сделал DimaTorzok